Вселенная наполнена неисчислимым множеством звёзд. Их количество в наблюдаемой части космического пространства может превышать Септирион. Однако подсчитать точное число светил вряд ли когда-нибудь получится. Звёздные системы вместе с разрежённым газом и тёмной материей объединяются в связанные силами гравитации структуры, которые называются галактиками. Согласно современным оценкам, человечество может наблюдать несколько сотен миллиардов галактик на разной стадии развития. Поговорим же о самых необычных из них. Расстояния от Млечного Пути до других галактик огромны и составляют, как правило, миллионы, а порой даже миллиарды световых лет. Из-за космологического расширения Вселенной расстояние между Землёй и любым далёким объектом постоянно увеличивается, из-за чего его свет кажется более красным, чем на самом деле. Это явление называется красным смещением и служит для определения скоростей и расстояний в масштабах Вселенной. Однако спектр некоторых галактик, наоборот, смещён в синюю сторону, из чего следует, что они приближаются к нам. Например, к подобным необычным космическим объектам относится галактика М-86, расположенная в скоплении Девы на расстоянии около 52 миллионов световых лет от Солнца. Она движется в сторону Млечного Пути со скоростью приблизительно 244 километра в секунду, являясь таким образом одной из наиболее быстро приближающихся к нам галактик. Двигаясь большой скоростью сквозь рассеянный газ, заполняющий скопления Девы, М-86 постоянно теряет собственное межзвёздное вещество. Этот процесс приводит к образованию длинных полос тёплого ионизированного водорода, которые тянутся вслед за ней. Несколько таких нитей соединяют М-86 с практически разрушенной спиральной галактикой NGC 4438. Предполагается, что в далёком прошлом эти галактики столкнулись друг с другом, что и привело к разрушению меньше из них. Причём М-86 не в первый раз уничтожает своих соседей. В её гало найдены несколько звёздных потоков, которые, скорее всего, являются остатками поглощённых галактик небольшого размера. Другой отличительной особенностью М-86 является огромное количество шаровых звёздных скоплений в её составе. Согласно наблюдениям, их количество превышает 3800, что примерно в 25 раз больше, чем у Млечного пути. Согласно одной из теорий, некоторые из этих скоплений могут быть остатками карликовых галактик, поглощённых М-86 в прошлом. Если это действительно так, то она разрушила десятки или даже сотни других галактик. При этом внешний вид М-86 не уникален. Похожую, но гораздо более ярко выраженную нестандартную форму имеет галактика ESO 137001. Она расположена в 227 миллионах световых лет от Солнца и обладает массой от 5 до 14 миллиардов солнечных. Большую часть звёзд этой галактики составляют молодые и яркие голубые гиганты. А сама ESO 137001 принадлежит крупному галактическому скоплению ABEL 3627. Двигаясь к его центру с огромной скоростью, составляющей почти 2000 км в секунду, она встречается с давлением межзвёздного газа внутри скопления. В результате чего собственный газ галактики выдувается, образуя хвосты длиной до 260 тысяч световых лет. Причём масса межзвёздного газа в данных областях в 2-4 раза превышает массу газа, находящегося внутри галактики. Неудивительно, что в этих гигантских вытянутых потоках, состоящих в основном из водорода, продолжается процесс образования звёзд. Со стороны же ESO 137001 похожа на гигантскую космическую медузу, плывущую среди бескрайнего космоса. К сожалению, постоянный отток межзвёздного газа сокращает продолжительность жизни галактики. Из-за дефицита вещества в ней перестают рождаться новые звёзды, из-за чего значительно меняется структура спиральных рукавов и центрального балджа. Однако изучение движения потоков газа, движущихся вслед за ESO 137001, позволяет учёным больше узнать о тёмной материи и её взаимодействии с другими космическими объектами. Говоря о рождении звёзд, нельзя не вспомнить галактику с говорящим названием Бэйби Бум. В ней рождается приблизительно 4000 звёзд в год, что в 400 раз больше, чем в Млечном пути. Несложные вычисления показывают, что новая звезда в этом секторе космоса загорается в среднем каждые два часа. Бэйби Бум расположена на расстоянии около 12,2 миллиарда световых лет от Земли. Это означает, что, наблюдая за ней, мы видим события, которые происходили спустя всего лишь полтора миллиарда лет после гипотетического Большого взрыва. Вселенная на тот момент только формировала свою структуру, и процессы, происходящие в данной галактике, в значительной мере отличаются от ожидаемых. Пока неизвестны причины столь активного звездообразования в этой части космоса. Но несомненно, что наблюдения за Бэйби Бум очень важны для понимания ранних стадий эволюции нашей Вселенной. Одной из немногих галактик, которые можно увидеть в любительский телескоп, является Сомбрера, известная также под индексом М104. Она расположена в 30 миллионах световых лет от Солнца, имея диаметр примерно в 4 раза меньше, чем у Млечного Пути. Отличительной особенностью Сомбрера является массивное кольцо из пыли и холодного водорода, охватывающее галактику. Согласно наблюдениям, большая часть молодых звезд образуется именно в нем. Кроме необычного кольца, Сомбрера примечательно сложным внутренним строением. Исследования, проведенные с помощью космического телескопа Спитцер, показали, что большая часть звезд в ней образует структуру, типичную для эллиптических галактик. В основном это довольно старые желтые и красные карлики. При этом другая часть светил образует спиральные структуры, скрытые внутри эллиптического облака. Предполагается, что это явление может быть последствием столкновения двух галактик, в результате которого составляющие их звезды смешались между собой. Удивительно, что после такого масштабного слияния галактические структуры не были полностью разрушены и все еще доступны для наблюдения. Еще одной особенностью Сомбрера является необычайно мощное рентгеновское излучение, исходящее из центра. Предполагается, что его источником может быть аккреционный диск сверхмассивной черной дыры. Согласно расчетам, ее масса может превышать миллиард солнечных, что делает данный объект одной из самых массивных черных дыр, известных на настоящий момент. Также в галактике зафиксировано несколько источников мощного сверхвысокочастотного излучения, природа которых пока остается загадкой. Другим объектом со сложной внутренней структурой является галактика М64, называемая также как «Черный глаз». Причиной такого названия стала темная полоса космической пыли, частично закрывающая ее центр от земных наблюдателей. Это туманность, а также необычайно яркое и активное ядро не позволяет определить даже приблизительное количество светил, образующих «Черный глаз». Известно лишь, что она сравнительно небольшая и близкая к нам галактика. Ее радиус достигает 25 тысяч световых лет, а расстояние до Млечного пути составляет около 17 миллионов световых лет. «Черный глаз» состоит из двух ярко выраженных частей. Причем внутренний диск вместе с Балджем вращается в одну сторону, а внешнее кольцо – в другую. Наиболее вероятной причиной столь необычного строения является слияние двух галактик меньшего размера в далеком прошлом. Однако для образования такой удивительной и четкой структуры необходимо сочетание множества независимых факторов. Например, исходные галактики должны двигаться со строго определенными скоростями и находиться под определенным углом друг к другу. Вселенная демонстрирует невообразимое разнообразие сотен миллиардов галактик, состоящих из бесчисленного множества самых разных светил – от крошечных карликов до супергигантов. Среди них прячется бесконечное количество удивительных и уникальных миров. Все вместе они и составляют нашу прекрасную и загадочную вселенную. И если вы хотите узнать о ней больше, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые и интересные видео. И услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...